Одно из главных спортивных событий года совсем скоро Барнаул примет 33-й чемпионат России по панкратиону. Символично, что именно в краевой столице все и началось. 33 года назад в Барнауле прошел первый чемпионат по этому виду спорта. 33 знаковая цифра достаточно, потому что именно в 33-й Олимпиаде мы считаем панкратион олимпийским видом спорта, потому что плевать мы хотели, извините меня, на сегодняшнее олимпийское движение. На нас, соответственно, так смотрится высоко, но мы на него, потому что панкратион всегда был, начиная с 33-й Олимпиады, это 648-й год до нашей эры, олимпийским видом. Знаковое такое событие было для Барнаула, то есть все пришли, кто знал, кто не знал. Во-первых, для всех панкратион это была новинка какая-то, никто не знал об этом. Кстати, после чемпионата очень большой приток был молодежи в этот вид спорта. Итак, Барнаул вновь выхватил право на чемпионат по панкратиону. Ожидается, что на соревнования приедут 600-700 участников. Из 50 регионов страны это и юные, и уже титулованные спортсмены. Из Алтайского края у нас, как организаторов, есть возможность выставить еще один состав. Вот это и, собственно, и будет в узком смысле сборная Алтайского края, потому что на чемпионате России по действующим правилам сборные регионов не участвуют. Самая большая интрига как раз сохраняется относительно того состава, который мы можем выставить. Здесь могут быть очень титулованные спортсмены, самые известные в Алтайском крае. Не исключено, что спустя 33 года Барнаул опять накроет волна интереса к панкратиону. Добавим, что соревнования пройдут с 23 по 26 мая в спорткомплексе «Темп». Елена Кузовкина, Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком.